Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИ 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо вам Слово игроку номер два Господин Жиглов, ваша минута Нормальная речь Пока номер один Я проиграл две игры В принципе, проиграл справедливо Я считаю Я не считаю, что есть шансы траты Подлечить от вас Я сейчас буду максимально сосредоточен Ну, единственное, что надо Чтобы там выиграли точно черные игроки Чтобы у нас красная карта не была легкой Здесь точно выиграли красные игроки Но еще надо быть симпатичным господам ведущим Поэтому, если у вас будет вдруг интерес Интересно, друзья Если вам вдруг будет интересно Мое мнение по игрокам Которые дальше будут высказываться Я с удовольствием вам буду показывать свое мнение на жестах Если я буду что-то не знать Я буду говорить, что не знаю Я не буду выдумывать Если я вдруг что-то угадаю То это будет тоже неплохо, да Немножко дестабилизирован После предыдущей игры Госпожа Энигма Надеюсь, что вы собрались Потому что предыдущая игра Я понимаю, что ни у вас, ни у меня не зашла Во всяком случае А вы бухнули, да? Неплохо Я не пью просто вообще За госпожой Энигмой такого не было замечено Чтобы она пила На самом деле Поэтому Игрок номер три у вас Доброе место Я червона Я тоже больше промежна червона Мне подобается, когда начинается кола А один мне, типа, посыл Еще подобается Ну, типа, это, думаю, дуже налога Як бы он был черный Я скажу, типа, привет за акционом Мы там не спорт Я, скорее всего, думаю, что он мирный Ну, пока это будет на интуитивном рівне Я думаю, что он мирный Гравец номер два Проснусь Тут маски И вас просто Все это было перебито маской Такой полоской Того гравец номер два Ну, типа, я вас в руку вообще никого не поставлю И вы переконите на той контур Того Скорее всего, что два До меня будет мирный И поговорим, так же он Доброе утро Доброе утро Думаю, что трое червона Перед ими И после меня Я мирна Если Ну, типа Ну, кто-то там будет сомневаться Можешь вам сказать Кого я думаю черного Я хочу, чтобы червона тоже дожила Десять секунд Спасибо Спасибо и вам Слово игроку номер четыре Господин Фулминута Начинается все очень даже хорошо Поверьте Я был на прошлой игре В том зале Там было намного хуже Намного по-другому А пациентальный заряд Мог быть Примерно, может быть, таким же Может быть, немножко Некоторые роги потухли Может, им было тяжело бороться Здесь хотя бы четко слышится посыл По поводу того, что красные Хотят выиграть Красные хотят стараться Красные хотят искать И уже как-то, если Ну, откровенно говорить Уже как-то Из-за гляда добычи Хочется думать, что красные Уже выиграли Ну, как-то по настроению Так ощущается, что черный Будет очень тяжело Ну, реально Между один, два, три Я бы сказал, что если есть черный То только один Игрок номер три Никакого смысла Ну, допустим, да Кто черный? Между один, два, три Если он один Если игрок номер один То почему он такой потухший Типа сказал речь О поводу того, что он уже вытащил красную карту Ему не за что бороться Но он будет стараться Если игрок номер два То почему Он как бы пытается собрать город Говорит, что у меня одна победа Но я все равно его вытащить до последнего 10 секунд Если у черной карты Нет особого смысла это делать А игрок номер три Будет черным Зачем говорить, что игрока номер два Пол лица было в маске Ну, максимум А вдруг два-три типа могут быть черные Мы об этом будем думать Только в самом крайнем случае А так я бы Если вы скажете Два-три То потом Спасибо вам Слово игроку Номер пять Госпожа Энигма У вас минута Господин, представьте Что там происходило Раз госпожа Энигма Которая в обычной жизни не пьет На мафии тем более Вышила Заказала ему воду Час соком Ахахахаха 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 Как там оно было Ага, только аргументацию По первым штукам Да, конечно Это для меня уже черный игрок И вы уже против тебя настроили меня Это кто? Восемь черных? Да Я с тобой согласна С вами, госпожа Энигма С вами У вас А, красный? Нет, нет Красный только игрок номер два И игрок номер один Не верю Потому что в прошлой игре Вы ошиблись во мне Поэтому точно так же Вы сейчас можете ошибаться В игроке номер восемь И давайте не дразнить Мне еще не тюкнуло Не дошло На холодный желудок Подождите еще чуть-чуть И ну дойдет Пять секунд у вас Пять секунд у вас Четыре Самый Претендент на первого черного Говоривших до меня Скажем так Время Спасибо вам Слово Игорко номер шесть Госпожа Монат Стреляем восемь Ага Дивите Дивите Спай любую Дивите Я вагитна Мне вообще пить не можно Але я тоже пиво Зараз взяла Теб не выпила Потому что реально Було пиздах для того Я играю спять Ну Всех в баню Скажем так По столу До меня поговорили На меня два игра Три Три Чтобы так вот Солодко Забиралося Ну я не знаю Мені хотілося б А Для того чтобы Ви на Верочке все одно не будете грати Зараз я була червоною так само І ми в принципі не вірили І ми програли червоні Прикольно З два так само ми дуже класно Два раз червоні прізнали Окей Менше з тим Для того щоб Не були отаких от Моих стрілянь Так Пять секунд Між три і чотири Зверте будь ласка Время Спасибо вам Слово игроку номер 7 Ваша минута Звучит 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 зачем черному игроку так 4 как-то всех оправдывает может быть он красный может быть кто-то из них черный между 3 и 4 мне речь единицы совершенно не понравилось 4 вы так смело их оправдали, что черный игрок не может приспособиться под логику красного легко может приспособиться поэтому там может быть среди 1-3 черный игрок если 4 красный 6-7 на проверку, где ему найдется черный дамы и господа в городе ночь, город засыпает а мафия вытягивает свое оружие, прицеливается и проходит мимо игрока номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10 мафия сделала свое дело, мафия удаляется, просыпается дон игры дон игры спрашивает ведущего, кого считает шерифом получает свой ответ, засыпает, просыпается шериф, спрашивает ведущего, кто мафия получает свой ответ, засыпает, город просыпается, город просыпается, в городе промах, никто не покидает игрок номер 2, у вас минуток, господин жиглов короче, я красный игрок, мы будем выставлять, мы будем сносить черных, мне все равно, никто ничего не делит, мне все равно, 3 точно красный, объясняю 3 сказала, предыдущую речь, что 2 красный, она приводит аргумент по повязке, будь 3 черным игроком, ей нет смысла этого делать, хотя бы аргумент по повязке она бы не придумала, 3 против меня уже не сыграет, если она черный игрок, 3 будет красным, с 8 мысли сходятся, 8 красный, 2, 3, 8, не сметь трогать в этой игре, выставляй игрока номер 6 на голосование, 6 жестко черный, игрок номер 7 начинает свою речь с того, что он вспоминает то, что он до игры рассказывал нам, что у каждого есть шанс, я буду лучшим в этой игре, я буду красным победителем в этой игре, я вас сниму 6-7, вы пойдете там бухать, не бухать, нет все равно, игрок номер 2, спокойнее, не переходите на крики, спокойнее, если уже начинается проблема, то начинается скорее между 4 и 5 проблем, и мне здесь 4 чуть-чуть покраснее, могут быть оставаться там черные между 9-10 и 1, могут, я не знаю, спасибо, игрок номер 3 у вас Доброе место, я вам гравец номер 2 вірю, думаю, что 2 червоне все дает, ну так как вы сполкуете, что это номер 1, типа так, не 1, но вы сполкуетесь, думаю, скорее всего, что вы або дойдете до 1, 2, 3, 4, 4, ну так как вы забываете 1, 2, 3, и когда перед тем мы, например, кисто Маргуман помолились на игроку номер 1, и тогда он может сказать, что мы граем 1, 2, 3, вот так вот так, я думаю, тогда у меня гравец номер 4, конечно, из этого будет мирный, 5 я не понимаю, 6, которая показывает черную команду, 8 и 4, мне это не понравится, но теперь я спросила, что черная, и она показала на 4 и 8, то вы, ну, тихенько, то это, типа, ну, тогда у меня 5-6 будет подозр, гравец номер 7, ну, просто я вас не понимала, у вас, мне же 8-9-10, кто там поговорил один черный, вы думаете, 9-10, у вас, скорее всего, мое быть гравец номер 7, который говорит, что гравец номер 7, это все-таки черный в тигре, и он, типа, не разговаривает, чтобы вы будете мирными, а вы говорите, что вы идете все-таки черный в тигре, то... Время! Спасибо вам! Господин Фулл, ваша минута. Объясняю. Игрок номер один, замыкается крупный игрок, я понимаю, 10, номер один показывает, проверяется 4, если 4 красный, 6-7, можно уносить, есть в этом резон, игрок номер 7, не говорит на своей речи вообще ни слова, по грехе по номеру 6. Осторожно обходит игроков под номером 3-4, вы решите скорее красное, чем черное. 4 говорит, я на вас не заложу, делаю мне одолжение, говорят, что там может быть два черного игрока. Игроки номер 3-2, фулл, вы хотите выигрывать? Да, давайте слушать красные речи, считаю, что между 1-2-3, продолжаю думать, если есть черный только один и только на этом фоне, всем только три, но пока что мы туда вообще не имеем права лезть, у нас есть игроки 6-7, 6 уже дает команду 8-4, какой резон, 8 игрок номер 8, который уже в финале, ребят, мы все-таки сидим, боремся, 8 в финале уже, ничего не надо, он пришел и давит игроков в 5-6, черную достал такой, красные подружки, давайте, до свидания, он так не сделает. Нет резона в этом, если архист так сыграл черную картку, я, конечно, запомню это, но считаю, что в этом не делал. Вы выставляем на этом круге, скажите мне, пожалуйста, выставляя игрока под номером 6 на голосование, выставляя игрока под номером 7 на голосование, там мы поголосуем. У вас есть возможность выбирать хорошие красные речи. Спасибо вам. Слово игроку номер 5. Ну, здесь мне понравилось, действительно, если играть между 3 и 4, то 4 сейчас лучше, чем 3, а игрок номер 8, истеричко, возможно, дайте ему соску. Игрок номер 8, даже если я проиграю 50 игр подряд, моя корона останется при мне, и авторитет, и уважение. А вы, если сотню игр подряд выиграете, не будете иметь и малость того, чего имею я. Поэтому, убавьте свой колон, и, к сожалению, у вас нет короны, а свою я вам не отдам. Далее, пусть будет пока красным, пусть, как говорит игрок номер 4, но если это разберемся потом, идем до него. Игрок номер 6, я вам показываю, шерих 2 и 8, вы в кого стреляли? Промах был, промах. А что ж такое? Ну, я стреляла в 2, а вы, наверное, в 8. Вы могли определиться, кто из них есть, кто. В общем, весело и забавно, давайте сделаем это все позитивно, господин Жиглов. Я понимаю. Да. Тогда, если вы хотите, чтобы я сыграла с вами, поспокойно. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 6, господин Жиглов. Господин Жиглов в минулой игре меня и шериха выставлял на нульовом коле. Я не знаю, что вам не подобается во мне, но я червяный игровец. Наверное, если я пойду, мне я в сезоне никуда не ухаю, не прохожу, мне то не сутяло. И я с задовольствием не пойду, но я не знаю. Я таких подстав не давала. Я выставляю это под номером 2 на голосование, потому что за все. Я понимаю, что я не оборудовала. Смотрите, для всего того, как он так зарядил, я делаю чего-то. Я пойду, что вы дальше будете делать. Он в передней игре меня и шериха на нульовом колесе сказал, что меня выгонять нужно. И что? Он интуит страшный теперь. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 7. У вас минута. Очень странный рейтинг. Время номер 6, что он не называл. Фулл игрок номер 6. Вот. Ничего не говорите. Очень аккуратно в позицию. Четвертый считаю красным игроком. Восьмой считаю красным игроком. Образдевая, между 9 и 10 есть черный игрок. Кто между 9 и 10? А вы одинаково упустили седьмого игрока. Девятый называет 1, 2, 3, 4 всех красных. Восьмого красным игроком. Назменяла черная команда. Опять. 6, 7 по прохву на десятого игрока. Вот поэтому мне девятый игрок не нравится. Вот. Больше даже, чем десятый игрок. Десятый игрок просил меня на привет. Вот так вот. Пока я играю, продолжаю играть с играми 5. Я считаю не подозреваю. Ну, считаю 5. Десять секунд. Четвертый игрок в этой игре. Четвертый игрок, скорее красный в этой игре. Первый игрок, скорее красный игрок. Я сама называю красным игроком. Второй игрок так врывается, хорошо. Время. Спасибо вам. Слово игроком номер 8, господин Артест. Кого вы подозреваете от 1 до 4? Ну, 4 вы считаете красным от 1 до 3. Есть вообще? Ну, кого, 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 кого? Один, а, 2-3 вы подозреваете. Только что вы сказали 2 красных. Только что вы сказали 2 красных. Он так врывается, пусть сидит. Вы сказали 2 красных. Короче, игроком номер 7. Сейчас речь мне ваша не понравилась. Но я запомнил, потому что вы мне показали. Я понимаю, я все это. Короче, я склонен играть 3-4. Просто 7 хочет 6. Согнать, понимаете? Ну, а так как мне вам доказать, что вы можете быть красным? Что, кто 2? Я не знаю. 10 секунд. Считаю 3-4 красными игроками. Почему игроком не 7 со всеми играет? Играет с 2, играет с 4, играет с 3. У меня есть какие-то предположения, что может быть там? Ну, хорошо, хорошо, без проблем. Но может же всякое случиться в этой игре, правильно? Пре-мя, спасибо вам. Слово игроку номер 9, господин Артест. К вашему. Впрочем, у меня ничего не изменилось, никакое мнение мне не изменилось. Я убил свое мнение, так я сказал, что 2-3-4-8 красный, 1 красный. Научились, что поговорите. Смотрите, понимаете, в чем проблема. Кто-то там, я не помню, кто или 4... Не, 5-й, по-моему, говорит, что меж 9-10 и 1 черная. Это повторяет игрок номер 6, это повторяет игрок номер 7. Пре-мя, 0-8 это не повторяет, потому что... М-м-м-м-м-м. 4-8? Меже 4-8 и 1 черная. А может быть 1 черная, а может быть 2 черная. 2 выставляет... Фолл, игрок номер 6, за громкий шепот. У вас 2 фола, госпожа Мана, не шепчите. Это так же, как разговор. Весь стол назвал вас черным. Мой игрок номер 7. Я говорил вас на проверку. Я говорил, между 5-7 проверочка. Нужна просто, ну, кто будет красный, отлично, будем всем играть. Вот и все. Смотрите, в аду, 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 в аду. Кто выставлен? Выставлены игроки. 2, 6, 7, только в другом порядке. Ну все, хватит, короче. 5 секунд. 50-го? А зачем? Зачем? Да не, я шестерку буду говорить. Вре-мя. Спасибо вам. Слово игрок номер 10, господин Гогин. Давайте двоих поднимем. 6, 7. Если они вдвоем красными, нам вообще транзит. Шестерку проголосует 7, 8, 9, 10, 1. Что? Вы же хотите шестерку снизить, я тоже хочу. Давайте с вами подружимся, шестерку проголосует. Потому что могу у вас быть красным. И с девяткой мы помиримся на этот круг. Он тоже шестерку хочет прогонять. 7, 8, 9, 10, 1. Голосует в 6. Все остальные в 7. Не хотите ставить руку, не ставьте. Я лично ставлю. Шериф не хочет ставить, пускай не ставит. Но я считаю, что в 6, 7 лучше поднять. Если они найдутся красные, это бесполезная проверка. Сократить круг проверок. А может там черный игрок сидит. Потому что 6, второй круг вообще ничего не говорит. Ничего, это проблема всех интуитов. Они не могут играть в черные карты, а потом разложить ничего. Посмотрели так ясновидением, а дальше все, у них математика нарушена. Так что игрок 6, я помню вас в черной в прошлой игре. 6, до свидания. А 7 проверяется, если еще не проверено. Скорее всего проверено. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер 1. Господин Франклин, минуту. Я просто думаю, что... Ну, я по нулю подумал, что 3, 6, 7 черных игрок. И выставляю красным номером 6 на голосование. 7 выкинул гравеца под номером 3. Он мог играть с третьим игроком, но 7 игрок 1, 2, 5. Я думаю, что 5 красный, думаю, что 7 игрок с 7 красными игроками. Короче, 6 черных игрок, 6 проверено черных. Так у нас лучше устоять. Я перед ночью крикну отстрел на гравца, я кого подозреваю, чтобы меньше стали красным игроком. А третий игрок, я могу быть шерифом 6 проверено черным. Так нормально будет? Можем, может шерифом, может, я не знаю. 6 считаю черным. Я думаю, что 9 красный, мы шерифи, и мы следим. 6 покидаем, правильно? 6 черным по любой версии потом будет. А при 8 мы поделим. При 8 мы поделим, поднимем 2. 6 будет черным точно. Короче, я думаю, что мы игроку после промаха выиграем. Я думаю, что третья черная. Реально. Если бы вы стрелялись, а она у вас придумала аргумент по повязке, то, короче, подозреваем третий. Я думаю, что 1, 2, 4 прекрасно. Время! Дамы и господа, высказались все игроки. У нас мы переходим в суд. Дамы и господа, с этой секунды никто ничего не показывает. За любой жест сразу фолл. За любую цифру руками, голосом сразу фолл. Объявляю один раз за игру, как мы проходим голосование. Выставлена кандидатура. Проходит 2 секунды. Я говорю слово «спасибо» со словами «ведущего спасибо». После слова «ведущего спасибо» голоса не принимаются. Голосовать прошу четко и однозначно. Выставлены на голосование кандидатуры в следующем порядке. Первым игрок номер 6. Вторым игрок номер 7. Третьим игрок номер 2. В этом порядке пройдет голосование. Кто за то, чтобы игровой стол покинул? Игрок номер 6. Прошу голосовать. Спасибо. 9 голосов. игрок номер шесть, это большинство у вас минуты. Ну, сегодня Дэнни задался, я червона, но они все одно конец дома. Как бы уже до сих пор не было, хотя бы что-то было доброе, хотя бы все, хотя бы все. Два топика у меня жестко показывают, что у меня проверили, будут играть. Фолл, игрок номер пять. Короче, всем прикольные веселые игры, как-то не дивно, для стола. Я червоный гравец, и те, кто в меня топят, задумайтесь, будь ласка, если вы хотите дальше перемоги, то задумайтесь хотя бы, если я вас не прокунаю, но я и не могла бы вас перекунать, но задумайтесь, те, кто в меня топят, они мафия, поверьте мне. Десять секунд. Удачи вам! Поаплодируем игроков! Игрок номер шесть покидает игровой стол в городе Нью. прицеливается, и проходит снимая игрока. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять, номер десять. Мафия сделала свое дело, мафия удаляет. Просыпается, кто он игры, спрашивает ведущего, кого, считает шерифом. Получает свой ответ, засыпает, просыпается шериф, спрашивает ведущего, кто мафия. Ровно десять секунд шерифа. Получает свой ответ, засыпает в городе Урхо. В городе Унтро, Унтро недоброе. Унтро недоброе для мафии, в городе Промах. Игрок номер три, у вас минута, госпожа. Инкогната. Скажите, переверки. Я просто бачила, кто, что? Четыре мирные, восемь черные. Я просто бачила девять, а девять черные. Вы шорошее, переверка четыре мирные, восемь червони. Девять червони. Это все, у нас есть промахи, это просто шикарно. Я думаю, ну типа четыре, просто я не понимаю, весь номер 8 играли с командой 1-2-3-4, а потом все таки один-два, а я перед теми просто подумала, что 8 просто скривался в четверце. Я взяла маску, подавилась на 8, просто йому відбогнули, я думаю, скорейше, что все хорошо скривалось с переверкой. Того, как-то так. Просто это такой аргумент, что я показала гравцу номер два, можно, пожалуйста, послушайте меня? Не, ну... Добрый, вы поговорите, я подчекаю. Вы поговорили. Десять секунд. Я под столом показала гравцу номер два, то вы его переверка четыре, а где переверка шиш-чорный? А мы просто подумали, что шиш-чорный. Время, спасибо вам. Слово игроку номер четыре. Очень резкий мув с вашей стороны, игроку номер один, за счет того, что вы просто заставили нас увидеть девять рук в игроке под номером шесть. И мы теперь не имеем ни малейшей возможности разобраться, кто по каким мотивам шестерку рук поставил. Каждый теперь будет съезжать на аргументе по поводу того, что я услышал черную проверку. Понимаете? То есть больше так не делайте, если вы умер на игру. Если черный, молодец. Тяжелая будет игра. Девятый проверенный черный, а до этого четыре проверенные красные. Я в скрете не люблю. Не надо на меня, короче, эмоционироваться сейчас. У вас будет речь, нормально поговорите просто. Это достаточно для того, чтобы при двух промахах извите меня, ребят. Если эту игру красные не могут выиграть, то просто надо на этом чем-то реальное. Десять секунд. Финалисты не могут при двух промахах выиграть красные игры. Разобраться в командах, шерифы будут сидеть, будут проверять. Я такой, что на самом деле я не против балансировать. Верите, вы стреляете арканами в девять, Зимой все равно это сделает. Девятый поговорит, скажет, что у него черный. Скажите, может заголоснем в него. Время, спасибо вам. Слово игроку номер пять. Господи, а почему же я не пел? Мы же так показывали пять. А потому что опять сказал, что будет играть где-то. О, работает штука. А вы почему не пять? Что же побоялись? Потому что он вам показал девять. А у вас четыре девять, а у вас еще раз четыре девять. Какая прелесть. Ну, будет девятка черная. А у вас краса. Весело, весело. Встретим Новый год. Жаль. Вас любит ночью. По всему. Игрок номер семь. Ладно, знаете, я всегда говорю, не важно, что я говорю. Смотрите, куда я голосую. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер семь. Доброго дня. Выставляю. Выставлен. Объясняю. Сыграл на двум кругу один-два. В три-четыре покопался. Поискал пятый. Назал красный номер. Пошел. Проверил четвертый игрок. Четвертый игрок красный. Который подозревал между один-два-три и одного черного игрока. Я третью подозревал насчет того, что вы могли этим моментом очевидно. У меня была такая игра, как черный код, а я опять достал шерифа. И опять черный... Ну, я подозревал вас. Четыре дни проверили. Фол игрок номер четыре. У вас два фола. Потому что вы занимаете позицию третьего игрока, и у вас получается слабее позиция по сравнению с игроком под номером три. А вы третьего называете красным. Так вот. Поэтому проверил четвертого игрока. Четвертый игрок красный. Девятый пошел проверять, потому что говорит, играет один-два-три-четыре, восемь-девять. Поэтому аудиатор подозревал очень сильно. Между девять и десять прошел проверять, и девятый игрок черный. Пять секунд. Я играю. Три-четыре-пять. Время. Спасибо. Господин артист у вас. Ну, я для вас самый красный. Это единственный, кто жестко на прошлой речи начал соединяться в игроке под номером два. Это я. Я говорю, игрок номер два. Кто такой здесь, понимаете, да? Да. Так а кто у вас тогда черный? Два-девять-и. Шесть. Может быть. Ну, тогда в эту ночь выедете, проверяем, каплю шесть. Нет, не джедаицы. Ну, как хочешь. Это четыре красные. Три красные. Один красный. Один красный. Один, который... Четыре. Вы предполагаете, что один черный вот так взял бы и сказал бы, шесть принял черное, а потом говорит, я не шериф, я просто такую мазу подумал, роли-вали-тили-тили. Ну, если вы черный такой сыграли, вы молодец, конечно. Десять секунд. Ну, можем пожертвовать и в каком патриархе? Ну, ведь нас девять человек. Вре-мя. Спасибо вам. Слово игроку номер девять. Мужчина, я рака номер семь на голосование. Этот город, пожалуйста. Принято. Послушайте. Нулевой круг, я говорю, один, два, три, четыре, восемь красный. Здесь там, кажется, черный. Как я буду выруливать с этого, а? Как я буду выруливать? Как я заднюю буду сдавать? Кто может подумал? Смотрите, я говорю, один, два, три, четыре, восемь красный. Игрок номер семь, проекта, я рака номер девять. Как у вас ошибся? У вас восемь красные, а у вас три-четыре-пять, семь-восьем. Красная. В вас МФЕ9-два. И между один из десяти у васheimer Штюртка ушла красная, правильно? Между один из десяти. И кто у вас больше черный? Один или staffing? Десяткой у вас черной черной не может быть. Потому что вы говорили, на прошлом вышло, например, еще один только черный, а второй и красный. Получается у вас девятка, только замусляется два коммада-либо 9-1-2-2, либо 9-2-6. Правильно? 對- dado Especially two players кры시고一直 играет номер 6 и выставляет игрока номер 6. Получается, двойка 6-ний игрок, он быть не может, выставляет его на первые руки. Один, замечательный понимает, что двойка 6-ний шриф, он думает профиль – сестой, серый – схese и про Roger Ed1 проверит лучшего другого, trembling jeune – звание сделать бандит дизайнами на broadly scale. Интерес Reports и правило 2. Надежда Ремонт desses что ты вред unterwegs hedathrop Д. А. Что будешь делать? Снимаем разноцвет, а потом семерку в балансе? Ну, понятно, что для вас это невозможно. Я же не у вас спрашиваю. Простых красных спрашиваю, кто попроще. Кто попроще. Игрук номер семь. По вашей версии я должен быть черным. Я же предлагал двоих поднять. Шесть и семь. Почему вы не меня идете проверять девятку? У меня поэтому сомнения. Почему вы так много шансов не оставляете? Я, по вашему мнению, должен быть черным игроком с игроком номер девять. А вы говорите, что там только один черный игрок. Поэтому в вашем шрифте у меня большие сомнения. Или разноцвет нам сейчас выносите, или сразу от семерки избавляться. Тогда настоящий шриф застрелится. Он гарантированно застрелится после этого. И будут проблемы. Я считаю, надо баланс играть. Девять, потом семь. Семерку мы уберем. Куда она денется? Кто для вас игрок номер шесть? Красный игрок? Ну так все, нет проблем. Время. Спасибо вам. Слово игроку номер один. Господин Стран. Выставляю семь, выставляю девять, выставляю десять. Девять человек за Сулом. Піднимаем трех. Ага, принимаю десять. Піднимаем трех игроков. Вы назвали четвертого красным. Третого красным. Вы красный. У вас восьмый красный. Так кто черный? Семь, девять, два черных. Девятый называет десятоого черным, скорее всего. Короче, я думаю, шеста черная. Я думаю, шеста пришла черным. А другий, понятно, что он шериф. Такой промовы. Ну, скорее шериф он будет скрываться. В любом случае, да, и в пятом мне показывают, я думаю, другий шериф, вот и все. А потом показывают, что самогравцю. Короче, я думаю, просто, что пятая красная. Ну, не важно. Вы хотите пятую голосовать? Ну, пятую голосовать, а дальше что? Запомни, игрок номер 8, вас фолк. Ну, короче, я хочу делить 7, 9, 10. Будьте внимательны. Нет, ну, а кто черный? Ну, какие тройки? В пятую голосовать? 10 секунд. Я думаю, что она красная. И что? Ну, и ничего. Спасибо. Спасибо вам, слово игроку номер 2. Вы завершаете какое обсуждение. Коллеги, мы тут делаем рокировку. Я оказываюсь не шерифом. Шериф среди моих красных проверок. Если шериф 4, игрока номер 7 мат. Если шериф игрок номер 9, то игрок номер 9 сейчас сидит. 9 не уходит. Шериф между 4 и 9. Я не шериф. В этой игре я жестко втопил в игрока номер 6. 6 убежден, ушел черным игроком. 3 точно красные. Объясняю, почему. 3. Первый аргумент по повязке. Я не стрельнулся. Второй аргумент. 6, она мне под столом говорит, 6 красные, аккуратно, 6 красные. Она что, черный будет это делать? Тем более, я реально по-шерифски поговорил. Она будет шерифу это рассказывать. Она предположила, что я шериф проверила черный, она бы ее отдавала первое. 3 красный, 8 красный, 9 или шериф, или проверенный красный, 4 или шериф, или проверенный красный. Я самый наглый красный. Выставляю игрока номер 10 на голосование. Игрок номер 1. Он сносил 6, он говорит, 5 посидит красный. Попрощаемся с игроком номер 10. Может 10 у него черный быть? Может. У меня может 10 черный быть? Я не знаю, какого цвета я вас не проверял. Может быть. Я знаю точно, что два, три, четыре, восемь, девять, пять красных человек у меня за столом. Привет! Спасибо вам. Дамы и господа, все убрали руки и руки с игрового стола. Мы переходим в суд. Первым будет голосоваться игрок номер девять. Вторым игрок номер семь. Третьим игрок номер десять. Кто за то, чтобы игровой стол покинул? Игрок номер девять. Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Кто за то, чтобы игровой стол покинул? Игрок номер семь. Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Игрок номер 10, 7 голосов против вас, у вас минута на последнем в этой игре. 10, не знаю, странное голосование. У вас сидит разноцвет, у вас сидит очевидный черный игрок, 7, которого я считаю черным. Я снес 6, меня голосовать было глупо. В общем, двойка вы призываете голосовать не в черного очевидного игрока, а в непонятного игрока. Я понимаю, вам это выгодно, так скажем, сократить проверки, что у вас 9 красный игрок. Проверяйте единицу тогда. Посмотрите, какие команды там нарисуются, считаю, красные должны выиграть эту игру, победу красных. Потому что, ну, это будет позор, если мы, сколько, 3 пробаха было, проиграем эту игру. Все, семерку считаю черным игроком. В городе ночь, город засыпает. И только мафия не спит, мафия не будет на оконах, прицеливается и проходит мимо игроков. Номер один, номер два, номер три, номер четыре, номер пять, номер шесть, номер семь, номер восемь, номер девять, номер десять. Мафия сделала свое дело, она удаляется. Под сезон игры спрашивает ведущего, кого считаю, черрифа. Вон игры получает 2 ответ, засыпаем. Засыпается, черриф игры. Спрашивает ведущего, кто мафия. Получает свой ответ, засыпается. В городе утро. В городе утро. Утро, недобрый игрок номер четыре, у вас минута, она последняя в этой игре, вас убили, господин Холм. Пять проверенный красный, ну я понял, да, вы ему скрывались, короче, в восьмом у меня нет никакого резона, короче, по стационару, то есть ситуация, он мне еще с номером как-то поменуло, от повод того, что типа он шлиф и номер семь, я просто не понимаю, с кем вы, у меня седьмой жесткий решилиф, я не понимаю. Просто понимаете, короче, красные игроки, которые сидят за этим столом, вы должны помнить о том, что игроки, по большому счету, игроки 8 и 20, со своих двух игроков, 8, 6 и 10, 6 и 10 они заголосовали, поэтому вы сейчас спокойно можете без лишних проблем девятого унести. Почему нет? Что произойдет, если девятого унести? Ты у меня больше шлиф. Это недостаточно, ну типа, а вдруг какая-то история, которая говорит так плохо, я бы оставил, уходя сейчас, я бы оставил артиста с пришлифом, седьмого жесткий шлиф, но с ним нет команды сейчас, что хлопать-то? Время! А вот сейчас есть с чего хлопать, потому что вы попадаете уже в свой игрок номер 4, под общие аплодисменты, начинает круг обсуждения, игрок номер 5, госпожа Энигма. Повторюсь еще раз, если бы хоть малая доля, у игрока номер 8, у кого-то вы чувствуете меня, а уж не говоря о короне, он не сходил к игроку номер 5. Всем игроку на две столы на ветер не бросала, я сказала, что буду играть против того шлифа, который сходит ко мне, поэтому, грубо говоря всем, я вам не верю, но я играю с вами. Я знаю, что вы имеете, я еще тут показывала, я показала ей, стреляем два шлифа, стреляем 8, и я надеюсь, что я тогда повлияла, и произошел именно из-за этого промо, потому что я и сказала, что два шлифа тебе показала и 8 шлифов, пусть мы уставляем игрокам номер 8, и буду играть против восьмерки, и пусть я нам с пеной у рта, что хочешь говорить, ну естественно, мне говорят о грубости, иначе это будет с последствиями, и без оскорбления, выстрелы, друзья, я играю с очень аккуратно, свои слова. Ну я играю с черным игроком номер 7, спасибо. Спасибо вам, слово игроку номер 7. Доброе утро, город, выстреляю номер 9, выстреляю номер 8 на голосование. На предыдущий круг я с проверкой 9 черным игроком, второй скрывается лжейшерифом, второго я не иду проверять, я иду проверять замазанную игрока, который может быть замазан, это игрок под номером 8. Проверяю, черный игрок, 8-9, это черные игроки, я не знаю, какая уходила игрок под номером 6, если вы считаете игрок под номером 1, игрока под номером 6 черным игроком, возможно команда черных 6, 8 и 9. Я это не могу, утверждать не так, как второй, очень тянет, короче, маску за игрока под номером 8, возможно черная команда 2, 8 и 9, когда они сразу настроились играть против игрока под номером 6. Три-четыре я подозревал, третью объяснил почему. Второй, я не знаю, либо красный, шестая тогда черный игрок, либо вы черный игрок вместе с игроками 8 и 9. Поэтому сейчас уходит только игрок под номером 2. Время, спасибо вам, игрок номер 8, у вас два фала, будьте внимательны, минута времени, господин артист. Мастер-класс доказывается в играх, вот таких как сейчас, а не то, что вы говорите, тем более это все на камеру снимается, мне, вы знаете, документов хватает, что я лучше здесь игрок, чем вы. Игрок номер 7, все круги называл, 8 красным. А, он мне скрылся шерифом, он мне скрылся, ты видел? Вы. Вы, игрок номер 1, видел, как 7 скрывается мне шерифом. Кто в этой ситуации шериф? Да я маякну на него, маякну, вот тут, пацану, тым-тым, ему покажу, тым, все. Человек-труп с проверкой 4 и 9 пройный черный, все. Эта игра выигрывается в 2-2, мы живо выиграем. 10 секунд. Я знаю, кого в эту ночь проверить, выставляю коп номер 7, вы голоснешь с ним? Вот, все, у нас есть руки, игрок номер 5, пусть вас у тебя коп номер 8. Время, спасибо, он снова игрок номер 9. Да, я на конверсии, на голосование. Выставлен. Ну, зато игра позитивная, как бы, как бы, нашли красный, состок красный нашли, просто, что вот, что, хорошо, эти еще и промахи, мафия, она помогла, я благодарен мафии, что они промахивались. Короче, смотрите, команда, получается, 1-2, 6-7, и, может, вообще, 6-7-10, вообще-то, да, и вообще, будет классно. Сейчас уходит только игрок номер 7. Я уже описывал, все аргументы уже, по-моему, привел, да, уже ничего приводить не надо, почему я красный, потому что мне не было бы сумысла давать 2-3-4-8, а, 1-2-3-4-8 красным, потому что я потом не смогу обратно их сворачивать, знаете, что, если я так скажу, меня бы университет с этого стола, поэтому я бы не смогу, поэтому, короче, уходит игрок номер 7. А игрок номер 7 на прошлый раз говорит, что 8 красный, смотрите, послушайте, игрок номер 7 говорит на прошлый раз, что 8 красный идет, проверяет игрока номер 8. Десять секунд. Спасибо. Спасибо вам, слово игроку номер 1. Когось вам проверю, еще раз, вы проверили, 9 черный, 8 черный, 7-9. Ну, выставлено, игра, цепь номер 7 на голосование. Выставлено. Ну, значит, 8-9 последний, ну, 6-то, ну, я не поверю, то, что 6 красный. Я вам сказал, что 5 красный, ну, 5 красный, ну, случайно, получалось, майкувала с 6-ым гравцем, и по игре она мне показывает, серед 2-80 черный, я бачу, как 7 скрывается в 8-ом гравцю. Ну, играю с номером 7. А давайте так, если игра продолжается, то... то 3-3, ну, значит, 3-3. Значит, они вас переиграли. Другого назвали все железно-красным. Им нема смысла зараз устроить цей цирк с перекиданием черный, то 9-ый черный, то 2-ый скрывается черный, то 8-ый черный. Я думаю, что вы не шутите. Ну, хорошо, хорошо, смотрите, мы зараз снимем 9-ую, а на следующий круг я сниму, не, допустим, снимаем 9-ую, а на следующий круг я снова сниму вас. Ну, правильно. А дальше что? 5 секунд. Все, мы по-любому. Время! Спасибо вам. Убрали жестикуляцию. Игроки номер 7, 8-9. Игрок номер 7. Слово игроку номер 2. Доброе утро, город. Игрок номер 7. У вас может получиться команда 6-8-9? Вот 8, шериф меня подтягивает. Вот вы предполагаете такой вариант? 6-8-9, предполагаете, да? Я у вас скорее красный. Меня игрок номер 7 нулёвку, я визжаю в 6, называет красным. Следующую речь, я тут минуту просто, ну, очень сильно выкладываюсь о том, что 6 черный игрок. Игрок номер 7 считает 6 черным, 2 красным. Было такое? Было такое. У вас 6 намного чернее, правильно? У вас 6, 8, 9. У вас 2 не может быть черным игроком в этой игре, правильно? А я убежден, что 7 черный игрок. Вот у него с позиции слабее, слабее. Выставляй игрока номер 7. Выставляй. 7 словил в себя 3 руки. 8, 9 и 2 красного игрока. Нам нужна 4 рука, чтобы проголосовать сейчас и в сухую выиграть городом. Пожалуйста, игрок номер 1. Определитесь, у вас 6 тоже черный ушел. Энигма, вы хотите артисту проигрывать, я понимаю, мне не проигрывайте, мы с вами сколько лет знакомы. Ради меня проголосуйте поправильно. Правильно проголосуйте, Энигма, вам стыдно будет потом. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 3. Доброе, не писядно. Я просто бачила, скрытя 8, 4. Ну, я не знаю, просто у вас, если есть параноя, я думаю, что 8 все-таки будет шрифом. Я показала эти двоицы. Скрытся, все. Он такой, что если вы сделали такую, он такой. Фолл игрок номер 9. Я проголосую всем, я проголосую тебе, я проголосую. 10 секунд. Спасибо вам. Дамы и господа, сейчас мы переходим в суд, никто ничего не показывает. После, только после голосования. Сейчас вы будете за каждый жест, за каждую цифру наказываться файлами. Первым будет голосоваться игрок номер 8. Вторым игрок номер 9. Третьим игрок номер 7. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 8, прошу голосовать? Спасибо. Один голос. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 9, прошу голосовать? Спасибо. Нет голосов. Кто за то, чтобы игровой стол покинул игрок номер 7, прошу голосовать? Спасибо. Все оставшиеся голоса отходят игроку номер 7. У вас минута. Время пошло. Мафия игрок номер 6. Мафия игрок номер 10. Мафия игрок номер 7. Продолжение следует...